МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это программа «В порядке». В студии Андрей Балашов, старший следователь Организационно-зонального отдела Следственного управления МВД России по Приморскому краю. Майор юстиции. Как мошенники обманывают и выманивают деньги у приморцев? Какие суммы готовы перевести граждане злоумышленникам, чтобы спасти подставных пострадавших? Почему именно пожилые оказываются жертвами мошенников? В текущем году по результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений установлены и задержаны 14 лиц, причастных к тщениям, совершаемых мошенническим способом под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду. Так, на прошлой неделе сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны курьеры, забиравшие деньги у граждан, обманутых по мошеннической схеме. Ваш родственник попал в беду. В один день поступили заявления трех местных жителей. Во всех случаях потерпевшим звонил неизвестный и сообщал, что их близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие. А для освобождения от уголовной ответственности требуются деньги. Граждане соглашались с условиями и передавали неизвестным молодым людям денежные средства. В первом случае мошенники получили 300 тысяч рублей. У второго потерпевшего курьеры забрали 170 тысяч рублей и 2 тысячи долларов. Последний пострадавший передал мошенникам 400 долларов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что задержанные ранее судимые граждане 28 и 32 лет получали в мессенджере от неизвестного работодателя адреса, по которым нужно было проехать и забрать деньги. Полученные суммы молодые люди переводили на банковскую карту своего директора, а себе оставляли 10% от суммы в качестве вознаграждения. В апреле был задержан курьер, который забрал у 88-летней жительницы краевой столицы 230 тысяч рублей для организации похорон девушки, которую якобы сбила ее подруга. Позже аналогичные преступления произошли с 89-летней жительницей Владивостока. Женщина отдала неизвестному 100 тысяч рублей, веря, что деньги эти пойдут на спасение дочери от тюремного срока. Установлено, что 19-летний парень работал по уже известной схеме. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Следует отметить, что существенная часть мошеннических действий указанной категории совершается в отношении пожилых граждан в возрасте свыше 60 лет. Преступники умышленно выбирают в качестве жертв пожилых пенсионеров, представителей наиболее незащищенной и уязвимой социальной группы, рассчитывая на их доверчивость, цинично полагая, что потерпевшие в силу своего возраста не будут обращаться за помощью в правоохранительные органы, а также не обладают достаточной памятью и внимательностью. В большинстве случаев звонки поступают потенциальным жертвам в темное время суток на стационарный телефон. Как правило, такие преступления совершаются злоумышленниками с применением подменных телефонных номеров при использовании СИП-телефонии, что практически не дает возможности установить владельца номера телефона, откуда произведен звонок и место его нахождения. Практика, сложившаяся на территории края, показывает, что за завершение таких преступлений к уголовной ответственности привлекаются лица, выполняющие функции курьера. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по недопущению соединения операторов сотовой связи с абонентскими номерами, использующими СИП-телефонию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова